Добрый день, это журнал Автодела. Наш сегодняшний обзор посвящен небольшому дачному стайлингу. Мы будем улучшать внешний вид автомобиля за счет покраски суппорта. Каждый это может сделать на даче, для этого необходим минимум инструментов. А именно, насадки на шуруповерт, металлические щетки, сама металлическая щетка, малярный скотч, уплотнительная бумага, аэрозольный растворитель и эмаль для суппортов. В качестве эмали мы взяли средство Астрахим синего цвета. Хотя есть у него в ассортименте и красный цвет, и желтый цвет, как кому больше нравится. Начинаем мы. Первое, что необходимо сделать, это защитить резинки направляющих суппорта от того, чтобы не повредить их во время обработки металлических деталей. Для этого мы берем малярный скотч и на резинку наклеиваем его в несколько слоев, закрывая тем самым от металлических щетинок. То же самое можно сделать и с резиновым наконечником для сосок прокачки тормозной системы. Далее мы берем шуруповерт, ставим туда насадку и начинаем потихоньку обрабатывать металл, снимая с него ржавчину. Чугун обладает неплохой декоразийной стойкостью, и поэтому ржавчин там небольшой слой, и она достаточно быстро снимается. В местах, где нет возможности подлезть механическим средством, мы берем щетку и щеткой обрабатываем суппорт. После чего берется аэрозольный состав, аэрозольный растворитель, и суппорт весь обрабатывается по помощи него. Аэрозольным это делать растворителям удобно, поскольку мощная струя дополнительно вымывает и выбивает оставшуюся пыль после очистки металла. Следующим шагом мы берем упаковочную бумагу и закрываем то, что не должно быть покрашено, а именно тормозной диск и, соответственно, арку крыла. После чего берем баллон, перед применением эмали для суппортов Астрахима его необходимо обязательно встряхнуть на протяжении пары минут, для того, чтобы шарик, который находится внутри, у нас перемешал краску. После чего мы наносим его с расстояния 15-20 см первый слой. Минут через 10-15, когда первый слой подсохнет, можно наносить второй слой, после чего стоит подождать порядка 30-40 минут, пока краска высохнет. Далее снимаем упаковочную бумагу, одеваем назад колесо и у нас все готово. Яркий внешний вид вашего суппорта обеспечен на долгие годы.